Здравствуйте! Меня зовут Даниэль. Сегодня у меня есть интервью с футболистом Аргентином Лукас Масуэро. Давайте! Лукас, расскажи, как ты оказался в Нижнем Новгороде? Начался когда я решила не реновать мою клубу. В последние 6 месяца я договаривался в Булгаре или нет. И я решила не реноваться в Нижнем Новгороде. Я приехал в Нижнем Новгороде, в начале, в начале, в начале. И я не думал, что я пришла сюда. Лига русская меня интересовала очень. Так что это было очень легко. Как твои родные восприняли новость о том, что ты переезжаешь в Россию? Да. Моя семья была больше боя. Я уже устанавливался к изменениям. И, ну, я решила идти в город более далеко от моей семьи. И это, возможно, было более тяжело для моей семьи, чем для меня. Но, как я говорю, я думал, что с английским адаптацией было очень легко. Но я решил начать научить русский язык. Что ты знал о России до приезда сюда? Многое. Многое. Я люблю историю и все. И когда я сообщил мне друзей, что я приехал из России, они же мне сказали, что это было тяжело, но я не знал, только смотрел на телевизор и все это. И, на самом деле, это странно. Это странно. Это меня удивило. Я очень рад. Я очень рад. Для меня уже много. Да, да. Да, да. Это я надеюсь, потому что в Аргентине, именно в декабре, это весело. Так что для меня это большой парон, который есть здесь. Я был в ноябре в Чака, и там было плюс 35 и иногда плюс 38. Для меня это было очень жарко. Да. Ну, скажи, что следующая разница, я в Медвоз, в моем доме и не достигла 38 градусов. Вино? Вино. Вино, конечно. Очень вкусно. Боже, что лучше. Да. В России, моих коллегах уже я уже научил мне в Медвозе в Медвозе. Так что они тоже любят в Медвозе в Медвозе. Перфекто. А где в Медвозе в Медвозе? Очень вкусно. А с кем в команде ты уже общаешься? В начале я был единственный странник, и это было трудно в первые недели. Но потом пришел Балай, и я с ним начал говорить в английском, пока он мне спросил, где он был. Я сказал, что он в Аргентине, и я начал говорить в испанец. То есть, это было очень удобно отношения с ним. Потом пришел Паша Маклевец, и я тоже делал очень хорошую отношения с ним. hace poco он мне попросил, он мне попросил ее, чтобы подарить его ребенка. Мы очень хорошая отношения. И также с Накош Кейшкес, мы тоже есть группа в WhatsApp, между нами, очень хорошая. Иван Миладинович, что мой лучший друг в Булгарии был Сербия. И они двух, Иван и мой друг друг в Булгарии. И это было очень легко сделать отношения. Я очень хорошая отношения с Паша Маклевец, Иван Миладинович, Бек Кимбалай и Яков Кейшкес. Мы всегда вместе. Какие слова ты уже на русском знаешь? Здесь. Я иду, я иду, я иду, я иду к профессору. Пожалуйста, если ты видишь это, это профессору, чтобы не се иночь. Но, да, я знаю, я знаю, я знаю. я знаю, но, я знаю, в большом слове. В Булгарии, это помогает мне, миладинович, я знаю, потому, что, в Булгарии, я говорю немного, Но когда ты ходишь в магазин, то ты уже можешь по-русски сказать «Здравствуйте, дайте мне то, то, то». Какие твои отрицаемые сильные качества на футбольном поле? Технически, я считаю интеллигентом. Потом, по-русски, я делаю хорошие вещи, а другие, но я пытаюсь быть интеллигентом, быть солидным и всегда играть для команды. Я не могу быть эгоистой. Я всегда пытаюсь, чтобы команду, команду лучше. Какого из аргентинских певцов и певиц ты слушаешь? В Аргентине сегодня у нас есть элегантный человек. Он человек, больше того, что он по-русски, но по-русски. Он по-русски. Он по-русски. Ajax. Я слышал, опять же, какие-то на футбольном поле. По-русски. Уятная футбольная футбольная футбольная, который в России – это единственная футбольная футбольная, а мы разговаривались губами. не знаю, если вы знаете, и я всегда, в детстве, слушал кумбия. То есть, когда он собирался мой телефон, каждый день слушал кумбия, элегантный, на самом деле, он очень хороший человек, он делает музыка, музыка в моем регионе, не только Медоса, Куйо, которые называются, они три провинции вместе, очень красивая, типа, у фольклора куча, мы его называем, что он красивый, чтобы слушать, делать сад, он делает музыку, и он расслабляет, он очень красивый, и ты берешь хорошие вины, и, правда, что... А назови свою любимую песню. Первая песня, когда мне придется, я думаю, что у меня есть много, и они очень трудные, если нужно cantать, то я canto, потому что они очень трудные, но... Депендая, это моя любимая песня. Есть, когда у меня нет солнца, я ставлю музыку более спокойно, чтобы расслабляться. Потом, когда у меня есть солнца, я могу слушать трапы каждый день. Но если у меня есть элегантная песня, то я сейчас выбираю музыку. «Онценно» и «Онценно» называется «Онценно» мы сейчас слушаем его с Иваном Миладиновичем. Моя любимая песня, я услышал ее в этом году, «Адамас Дамиремикс». «Онценно» и «Онценно» очень хорошая песня, меня удивило, потому что, я не знаю, если ты знал, что Лит Кила и Ду Ки были в борьбе, и в этой песне они были вновь, и это было очень хорошо. Что можешь сказать о русских девушках? «Онценно» и «Онценно» не могу говорить много, потому что моя девушка будет уничтожить, но... скажем, что это хорошо. Скажи, пожалуйста, в чем особенность аргентинских девушек? «Онценно» «Онценно» купила и все остальное для «Мата». Потому что аргентинец не может без «Мата». «Мата» я ее с вами. «Мата» я купила по интернету, «Паша» А это правда, потому что когда ты приходишь в Аргентине кому-то в гости, каждый тебя сразу угощает мате, потому что аргентинцы реально без этого не могут, да? Это социальность. Из людей, которые живут в аргентине, которые живут в аргентине. Это нормально. В некоторых местах я не могу сказать, что ты ходишь в аргентине, что ты ходишь в аргентине, и для нас это нормально. Ты родился и жил в Мендосе. Расскажи про сходство Мендосы с Нижним Новгородом и отличия, конечно. Мендоса. Сейчас я буду показывать тебе фотографии известных российских людей. И ты должен будешь догадаться или постараться угадать, кто это может быть. А, не знаю. Но я знаю, что направление. И что танцы. Направление? Какое направление? Кто-то направление музыки играет там. Блогер и периодиста. Нет, этого не знаю. Как думаешь, кто это может быть? Не знаю, девушка, но актриса. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Интаграмер или игрок в тенни. Это рэп-исполнительница, примерно как Кассу, как Кассу. Это рэп-исполнительница в футболе, но это актер, но кажется, что он в футболе. Кассу. Да, это рэп-исполнительница. Это рэп-исполнительница. Рэп-исполнительница. Хорошо. Хорошо. Как может быть? Россия есть много спортивных игр, и для меня все выглядят как спортивные игроки. Давайте я попробую. Давайте я попробую. Не знаю. Может быть, что-то художник, но нет. Актриса. Актриса? Да. Это Федор Смолов. Федор Смолов, да? Да. Нападающий сборной России и московского локомотива. Федор Смолов. Актриса. Федор Смолов. 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 Мы постоянно публиковали ситуации, и теперь с темой вакуны, потому что Аргентина получила много вакуны из России, всегда публикают фотографии Путина с телефоном, и говорим, что «Hola, Кристина, у вас вакуны и бомбоны?» Это очень круто. Я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь коротко, выбираешь одно из двух. Лучший футболист мира? Месси. А кто лучший футболист в истории футбола? Марадона. Ты публикаешь, и я отвечу. Почему я заметил, что в Аргентине мне все говорили, что лучший футболист в истории футбола Марадона, но как человек лучше Месси? Мы должны сказать это, потому что Риверплейт или Бока-Жунирс? Бока-Жунирс. Испания, Италия или Инглата? Италия. Какие шансы у Аргентины выиграть чемпионат мира в 2022 году? Италия. Италия? Италия. Россия? Бекущой и американец янд身, а第 Россию. А как твоя мечта? Его мечта? Будет быть права. Да. О, нет, да. Isso, да. Нет, нет, нет. Нет. что в мире нужно. Чекал, и значит, что в мире все счастливы. Все. Да. Остаться у меня дома, с моей семьей. Остаться у меня с ней, и можно отдать. Я хотел να испытывать все, что так будет. Я ненавижу такой, но возможность быть счастливым. Я не отвечаю, лишь приятного. Спасибо большое, Lucas. Спасибо.